Всем привет, друзья! Андрей, уши в огне, классические обзоры. 31 августа 2004 года свет увидел второй полноформатник группы Mastodon, который назывался Leviathan. И это один из невероятно важных альбомов для современного металла. И мне кажется, пропустить такой повод поговорить о нем было бы просто грешно. Ребята, привет! Меня зовут Артур, и вы могли слышать меня в подкасте «Русский шафл», ТВ, кино, радио. Возможно, вы знаете мой музыкальный проект «Постпарк». Короче, тема такая. Если вы сейчас задумываетесь о том, где свести звук, как сделать подкаст, к какому диктору обратиться, где взять продакшн под ключ, и все любые работы со звуком, пишите мне coolzvuksobaka.gmail.com или вконтакте vk.com. Решим все ваши вопросы. До связи! Но первым делом, друзья, я попрошу вас поделиться своим первым впечатлением от альбома Leviathan. Напишите в комментарии, что вы испытали, почувствовали, когда его прослушали. Любите ли вы этот альбом, либо любите какой-то другой. В комментарии обсуждаем вместе. Также, если вы на данном канале в первый раз, подпишитесь на него заранее. Я регулярно здесь говорю о чем-то подобном. Обсуждаю те или иные альбомы. Независимые, популярные, неважно. Занимаемся музыкой. Слушать можно многое, слушать можно разное. В ушах в огне, рамок особых нет. Подписывайтесь. Люблю ли я Leviathan? Невероятно. Возможно, больше него я люблю только Crack the Sky. Но, скорее всего, Leviathan я люблю все больше. Я до сих пор у себя в голове не могу устаканить единую четкую картину, что тот или иной альбом Mestadon мне нравится больше всего. Crack the Sky классный и прогрессивный. Leviathan прямолинейный, но в то же время тоже прогрессивный. Короче, сложность невероятная, но я думаю, что многие со мной согласятся. Эти два альбома идут примерно наравне. Blood Mountain хороший, Remission тоже хороший. Все, что было после, ну, уже чуть более слабое, давайте будем честны. Но, тем не менее, именно благодаря Leviathan Mestadon получили широченное признание от публики, от критиков. Они получали кучу наград в то время различных метальных изданий. Лучший альбом года, метальный альбом года и вот это вот все. Но прикол в том, что они до сих пор продолжают получать какие-то места в топах, какие-то награды. Например, 100 лучших метал-альбомов нулевых. Или, там, я не знаю, 20 лучших метал-альбомов всех времен. Ну, короче, вот этих статей на самом деле гора. Да, грошем цена, по моим ощущениям, но, тем не менее, это все подтверждает один очень простой факт. Leviathan пластинка невероятно значимая для мира металла. Данная пластинка это очень крутая входная точка в мир тяжелой музыки для людей, которые, ну, более-менее были к ней приближены, но все боялись в нее зайти. Если вы хотите познакомиться с прогрессивным металлом, Leviathan. Если вы хотите познакомиться со сладжем, в том или ином виде, Leviathan. Если вы хотите познакомиться с хардкором, ну, тоже Leviathan, в принципе, если с металлом в общем, ну, что уж тут говорить, Leviathan. И благодаря вот этому свойству альбома треки с него же регулярно в те годы попадали в самые разные видеоигры. Из основных, ну, почти все помнят Need for Speed Most Wanted и Blood and Thunder, который там играл практически всегда в начале. И да, я с Местерден познакомился именно из Most Wanted и это было нереально круто. На самом деле, людям, которые занимаются саундтреками, занимались саундтреками в Electronic Arts, это коты прибежали. Они меня тут гоняют. Именно этим людям стоит поставить памятник, потому что они действительно умудрялись познакомить широкую публику с нереально крутыми коллективами. И Местерден стали одними из них. Также Местерден засветились в Saints Row, в Guitar Hero Metallica и еще в каких-то рейсингах, по-моему, в Project Gotham Racing они были. Короче, они были регулярно в играх того времени и каждый раз они были как никогда кстати. Что еще сыграло на пользу данному альбому? По моим субъективным ощущениям, это концепция. Концепция вводной стихии. Первые четыре альбома Местерден регулярно про это рассказывают. Это стихийный альбом, объединенный вот этой одной общей концепцией. Первый альбом Remission это земля, Leviathan вода, Blood Mountain это огонь, как ни странно, а Crack the Sky это эфир. Не воздух, а именно эфир, обиталище духов. И как-то я всю жизнь к воде был ближе и поэтому, возможно, Leviathan мне всегда заходил очень и очень сильно. Но на самом деле именно на Leviathan круче всего ощущается вот эта концепция. Почти все треки тем или иным образом привязаны к вводной стихии. Все тексты можно так или иначе интерпретировать с точки зрения воды. Все они касаются морей, океанов, островов, чего угодно. Один только Blood and Thunder в связке с I am a Hap. К слову говоря, то есть эти два трека не могут идти разрывно, хотя в какой-то версии альбома они шли по отдельности. Именно вот эти два трека посвящены Моби Дику. Именно они изображают события той книги. И меня это впечатлило настолько сильно, что мой рукав сделан тоже по мотивам, по факту Моби Дика и Blood and Thunder. То есть у меня здесь есть I am a Hap, у меня здесь есть Kit, у меня здесь есть морской монстр, которого я уже просто придумал. Это такая вольная интерпретация. Но тем не менее, настолько сильной и стойкой явно прослеживающейся концепции я не встречал в альбомах с тех пор. Исключение, наверное, только Between the Bird and Me, Come Ecliptic. Но это все-таки немножко другое. Ну и как не запомнить нереально крутую обложку от Пола Романа? Пола Романа вообще нарисовал замечательные обложки для Мэстеда, но именно Ливаев он отпечатывается в голове раз и навсегда. То есть ты видишь этот альбом, ты видишь эту обложку и ты сразу понимаешь, о чем он. Да, белый кит, черт возьми, тот самый Моби Дик. Но окей, это же и должно так быть. По моим ощущениям, обложка всегда должна быть олицетворением. И как-то объяснять и показывать, что вообще происходит на данном альбоме. Меня дико бесят какие-то релизы, которые на обложке выглядят вот так, а звучат на самом деле иначе. Это не круто, потому что теряется ощущение какой-то целостности материала. А на Ливаев он, это целостность материала, даже в визуале, черт возьми. То есть вот эти все треки про воду, обложка соответствующая, треки соответствуют визуальному альбину. Блин, чума. Также у Ливаев он нереально крутая динамика. Альбом знает, когда притормозить, он знает, когда набрать скорости, он знает, когда пойти в среднем темпе, а когда нестись к галопам. Вот эти постоянные переходы от одного скоростного куска к другому, медленному. Вот эти моменты мне всегда казались нереально крутыми. Сам альбом с этой точки зрения проработан просто невероятно. Ровно так же невероятно он и проработан с композиционной точки зрения. То есть каждый трек обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы запомниться. Там есть какие-то фишечки, есть четкая структура, есть повествование, есть вступление, развитие, кульминация. Я постоянно говорю про этот аспект. Поверьте, на Ливаев он идеален. У меня нет нареканий вообще никакому треку на данном альбоме. Повествование, именно музыкальное повествование в каждой песне и на протяжении всей пластинки составлено настолько грамотно и настолько понятно, что когда ты слушаешь этот альбом, не создается ощущение, что это прогрессив метал запись, черт возьми. Тебе кажется, ну, все же просто и понятно, а там, блин, проведена была какая-то нереально серьезная работа. И в том числе, благодаря динамике и композиции, Ливаев он остался в умах критиков и простых слушателей. Ливаев он, по моим субъективным ощущениям, это пик агрессивного периода мэстоден. После него на Blood Mountain, на Crack the Sky все пошло в нисходящую. Hunter достигла вообще какого-то дна. Потом чуть-чуть выровнялась и группа нашла вот этот вот промежуточный свой саунд между агрессивностью, мелодичностью и металлом. Но именно на Leviathan вот эта агрессия переросла из разряда первобытной, которая была на Remission, в разряд осознанной. То есть, эта экспрессивность была необходима. Она была обоснована концепцией, композициями, динамическими требованиями, вот этим вот всем. И вот этого всего мне не хватает в современных альбомах группы. Да, они пытаются, да, на Emperor of Sand есть какое-то подобие концепции. На Once More Around the Sun я бы тоже сказал, что она есть, но она не такая явная. И, казалось бы, группа выбрала один из самых простых путей. Давайте сделаем по альбому на каждую стихию. Но они сделали это настолько круто и настолько запоминающе, что сделать еще интереснее, еще круче какую-то концепцию уже, по моим ощущениям, не представляется возможным. Я невероятно люблю Leviathan. Я думаю, что вы его любите тоже. И я благодарю группу Mestodon за все то, что они сделали для нас и конкретно за эту пластинку. Ну что, друзья, если вы согласны с моим мнением касаемо Leviathan, ставьте пальцы вверх. Поддерживайте уши в огне. Любым удобным для вас способом полный список в описании к данному ролику. Выбирайте, который вам нравится больше всего. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Там много всего интересного и необычного. А также на сам канал Arizona Fire, если по какой-то причине вы этого еще не сделали. На этом, пожалуй, все. С вами был Андрей. Уши в огне. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует...